Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211 50 30. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Модные стрижки сложно описать в формате тенденций. С одной стороны предлагаются конкретные формы и линии, с другой все они реализуются с учетом индивидуальных особенностей. А что по этому поводу говорят стилисты из Лондона, смотрите прямо сейчас. Ультрамодные тенденции стрижек из Лондона в имидж-студии Елены Ивановой представляет парикмахер-стилист Наталья Волкова, которая этим летом прошла стажировку в британской столице. Посетили потрясающий и очень камерный курс с Ричардом Эшфортом, Джеком Бауни и их креативной командой в Академии Сейка Лондон, где нас ждал очень теплый прием, творческая атмосфера. Философия Академии Сейка всегда была. Красота и индивидуальность состоит на первом плане. Частота стрижки. Мы должны увидеть, разглядеть индивидуальность человека, подчеркнуть их особенности формой стрижки. Технологии очень точные. Качественно проработанная стрижка, она дает вариативность укладок. И даже в одной и той же форме можно выглядеть абсолютно по-разному. Концепция индивидуальности позволяет работать в том числе и с консервативными клиентами. Идея стильной стрижки найдется и для них. Любая стрижка может быть креативной по минимуму. Даже базовая форма может быть креативной уже в укладке. Консервативные клиенты, которые ограничивают себя, держат себя в каких-то рамках. Мы сможем внутри этих рамок действовать и работать. И создать очень современную, актуальную форму. Что касаемо цвета, на моделях мы работали в более креативных цветах. Но эти стрижки вполне адаптированы для более естественных оттенков, спокойных. Все ультрамодное, как правило, требует смелости. Но здесь важно другое. К счастью, и у нас есть возможность идти в ногу с передовыми стилистами мира. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Ежегодно во всем мире проходит великое множество конкурсов красоты на любой вкус и цвет. Но этому событию важно уделить особое внимание. В нашем городе впервые проводится конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями под названием «Рожденные побеждать». Возникла такая идея, почему никогда никто не делает конкурсы красоты для лиц, у которых ограничены возможности подвижения. Хочется верить, что для таких участниц, которые попали в этот проект, в этот конкурс, для того, чтобы получить какие-то новые эмоции, знакомства, общения, мы чем-то поможем действительно. Хочется, чтобы им запомнилось это участие, чтобы они обрели не только какие-то подарки, призы, материальные ценности, но и радость общения и возможность самореализации, проявления своих талантов. Вы знаете, это новые краски в их жизни. Это возможность выйти на большую сцену и показать свои таланты. У нас настолько талантливые девочки, мы сейчас в процессе подготовки их все больше узнаем, все больше восхищаемся, потому что они поют, они танцуют, они пишут, почитают стихи, они рисуют. Они настолько интересные, они настолько внутренние, богатые, что очень многим женщинам они могут дать пору. Человек, у которого есть проблемы, у которого нет возможности передвигаться свободно по городу, у кого какие-то ограничения со здоровьем, тем не менее, они не перестают радоваться жизни, они не перестают улыбаться, быть красивыми и показывать то, что все возможно, даже несмотря на какие-то ограничения. К финальному шоу предшествуют многочисленные репетиции, тренинги и мастер-классы, где под руководством профессиональных педагогов, хореографов и стилистов девушки будут учиться свободно держаться на сцене. Я думаю, что этот конкурс даст мне новые эмоции, новые знания, новое общение, также новые навыки, это то есть танцевать на коляске, это ну как бы необычно, ну раньше как бы я любила танцевать, а вот как в коляску попала, как бы, ну не знаю, это будет еще сюрпризом, можно сказать. Я раньше занималась инвалидным спортом, в течение, наверное, лет 8-10, потом я в социальном учреждении занимаюсь рукоделием, я вышиваю крестиком, бисером, немножко рисую по номерам, как бы участвую в выставках во всех социальных, ну а это вот совсем такая широкая органика, где можно развернуться полностью, показать себя со всех сторон. Я решила попробовать. Эта встреча участниц была посвящена знакомству с органической косметикой. Эксперт по красоте Ирина Полилова рассказала о свойствах натуральных лосьонов и кремов. Хотелось сделать подарок девочкам, показать, ну то есть презентацию, показать им, насколько хороша органическая косметика, насколько она отличается от масс-маркета, от того, что нам предлагают сейчас магазины, ну и чтобы они были красивыми и здоровыми. В следующий раз девушки соберутся вместе на загородной базе для интенсивной трехдневной подготовки к финалу. К участницам из Челябинска присоединятся конкурсантки из области. Сам конкурс запланирован на 17 сентября. Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 класс. Приглашаем детей с родителями познакомиться с душевной атмосферой и материально-технической базой школы «Пеликан» по трем адресам. Улица Свободы, 20, Худякова, 18, Свилинга, 47 В. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelikan74.com. Запись на экскурсии по телефонам 264-6109-214-59-99. 26-27 августа. Место силы. Озеро Тургаяк. Впервые в России. Фестиваль органичного образа жизни «Органик Нейшн». 24 хедлайнера. Специальные гости из Индии, Мексики, Китая, Белоруссии и Москвы. Масштабный йога-опен-эйр. Мастер-классы по пилатесу цикун и разным направлениям йоги. Для детей анимация, игры и квесты. Для мужчин соревнования, экстремальные активности и водные виды спорта. Также в программе интерактивный лекторий, эко-маркет и захватывающее вечернее шоу. Проведи последний уикенд лета на свежем воздухе в экологически чистом месте всей семьей. Билеты на organicnation.ru Вы смотрите Бьюти Тайм. Далее в выпуске несколько свежих идей из коллекций уходящего сезона. Принты, рисунки, набивки и орнаменты. У неоднотонных тканей множество названий и еще больше характеров и настроений. Классика жанра, флористические мотивы. Они в наш век востребованы даже в мужских коллекциях. Цветы в акварельном исполнении для ценителей мягких линий и плавных переходов. А те, кто предпочитает реалистичность, обычно выбирает фотопринты. Графические решения, как, например, полоска, не смотрятся столь уж консервативно, когда совмещены с каким-либо еще принтом. И, наконец, экстравагантное решение – африканские мотивы во всем своем буйстве красок. В летних коллекциях, как правило, больше эмоций и чувств. И поскольку за все это отвечают ткани с принтом, значит, возможности выразить себя у нас предостаточно. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске проект «Мода как бизнес». Историю людей, которые решили связать свою жизнь с фэшн-индустрией и добились в этом определенных успехов. Она из тех людей, кого называют профессионалом с большой буквы. Целеустремленная, креативная, динамичная и последовательная Ирина Жохова, похоже, с рождения знала, чему посвятить свою жизнь. Серьезно увлекалась танцами, любит их и до сих пор. Но все же главные проекты жизни связаны с парикмахерским искусством. Победы в международных конкурсах, работа в интернациональной команде известного бренда и, наконец, свой собственный салон-бьюти-пространство парикмахеры – вот лишь начало пути этой амбициозной девушки. Выбор у меня никогда не стоял. У меня мама парикмахер, поэтому я и стала, наверное, парикмахером. Вот есть такое понятие, как сын полка, а я дочь салона. Поэтому все мое детство прошло, в принципе, в салоне красоты. Если, допустим, какие-то мои одноклассники после школы бежали гулять, то я садилась, ехала к маме в салон, и меня в какой-то период уже воспринимали как полноценного члена команды. И я ходила хвостом за каждую, спрашивала, что-то интересовалось. И поэтому, когда я сейчас смотрю на молодых специалистов и помня свои ощущения, мне всегда хочется делиться с ними. Я училась, познавала какие-то азы. Что такое молодой парикмахер, еще не знающий всего того, что происходит в химических процессах, связанных с волосами и тому подобное. Все пробовалось на себе. Все цвета, все, что вообще можно было и нельзя. Мои сокурсницы пробовали на себя, но у меня была мама, которая говорила, так, стоп, подожди, давай подумаем вместе. А может быть вот так. И это меня и тормозило от каких-то ошибок и жертв. Вообще в моей жизни мама очень большую роль сыграла. Она была и есть большим авторитетом для меня, и очень близким другом. Я училась на парикмахерах. Мне было 17 лет. И мне предложили пойти, одна моя подруга, попробовать позаниматься модным тогда современным танцем, хип-хоп направлением. И, в общем, оно меня так увлекло, что мы уже на какой-то более профессиональный уровень начали выходить. Мы ездили на чемпионаты, занимали первые места, мне дали кандидата в мастера спорта. Это было отдушина, очень такое серьезное увлечение танцы. Но сказать, что танцы занимали всю мою жизнь, ну, это не совсем правда. И приоритеты в определенные моменты уже все были расставлены. Потом, по той причине, что в сердце моем танцы все равно живут, и любовь к музыке, мы до сих пор общаемся со всей командой, и теперь они уже танцуют в моих шоу. Копятся идеи, копятся мысли, которые ты, увы, но не всегда можешь выразить в салоне, да? А где-то надо это сделать. Потому что если тебе дана энергия, тебе нужно ее потратить. Одно из самых больших шоу, в которых я принимала участие, это было шоу в 2015 году, был флешмоб, в котором участвовало 275 парикмахеров. И они выполняли одну и ту же прическу параллельно вместе с нами, с теми стилистами, которые стояли на сцене и учили тому, как сделать ее. И опять же, все это мероприятие заражало и вдохновляло мастеров, парикмахеров. Это тоже очень полезно. А где нам вдохновляться? Вот на таких мероприятиях. Что касается международной работы. Началось с того, что я выиграла в конкурсе колористов. Я заняла по России первое место. И призом за первое место являлась поездка тогда в Лондон. Я поехала на большую выставку. Невероятные были эмоции. Еще было две победы. Еще снова я ездила. Уже тогда в Лас-Вегас. В Америку. И все мои поездки за границу на самом деле сводятся и по сей день к обучению. Я еще, к сожалению, не работаю там. Как полноценный член команды интернациональной. Пока я только учусь. Но этот опыт все интереснее и интереснее. В планах я бы хотела быть в международной команде и иметь возможность там работать. Когда начинаешь выходить на новый уровень, тебе кажется, что все, что ты знал, рушится под ногами. Ну, это, наверное, и заставляет тебя перешагивать и идти. Я вообще человек, которым очень мало что знает в бизнесе. Просто я понимаю все эти ошибки, которые я допускала. Я их запоминаю и исправляю, анализирую, да, и делаю так, чтобы в следующий раз мне этих ошибок уже не допускать. У меня есть задача создать очень правильный микроклимат в рамках пространства. Этот микроклимат должен помогать продуктивной работе. Что касается дружбы в коллективе. Мы все очень дружим, да, но когда дело касается работы, я обозначаю границы изначально. Если бы мы просто стригли и красили волосы, не думаю, что парикмахеры были бы так успешны. Каждого человека заставляет приходить в салон ощущение, которое он с собой забирает. Как бы круто человеку не была создана стрижка, либо окрашивание, с технической точки зрения. Если в этот момент он не чувствовал заботу о себе, он не останется доволен. А за ощущением комфорта всеобъемлющего, которое включает в себя много факторов, на самом деле это очень глубокая тема. За этим и приходят клиенты в салон. Вот то, что мне хочется создавать. Мне кажется, я вообще могу вдохновляться от всего вподряд. От абсолютно всего. Начиная от необыкновенного общения со своими клиентами, общения с друзьями, вообще природа, музыка, выставки, интернет. Вдохновляешься абсолютно всеми. У меня вот один из любимых, допустим, магазинов, в которые я люблю ходить, это строительные магазины. Но это что касается каких-то шоу, проведения, поиск новых фактур, новых материалов, каких-то нестандартных. У нас, мне кажется, воздух в мире насыщен вдохновением. Только мы сами можем выбирать, чем вдохновляться. Ограничивать себя мы тоже можем сами. У меня есть твердое убеждение в том, что самая большая ценность в жизни – это люди. Они дают тебе возможности, они дают тебе вдохновение. И все от этого. Мы не можем продлить лето еще на три месяца. Но зато мы дарим в три. В три раза больше бонусов. На карту при покупке билетов в кинотеатре Киномакс. Мы делаем лето лучше. Подробности на сайте kinomax.ru Элегантный дизайн новой коллекции. И неизменно высокое качество. За которое вам так нравится польская одежда. На Соне Кривой 30. 26-27 августа. Место силы – озеро Тургаяк. Впервые в России. Фестиваль органичного образа жизни Organic Nation. 24 хедлайнера. Специальные гости из Индии, Мексики, Китая, Белоруссии и Москвы. Масштабный йога-опен-эйр. Мастер-классы по пилатесу, цикун и разным направлениям йоги. Для детей – анимация, игры и квесты. Для мужчин – соревнования, экстремальные активности и водные виды спорта. Также в программе интерактивный лекторий, эко-маркет и захватывающее вечернее шоу. Проведи последний уикенд лета на свежем воздухе в экологически чистом месте всей семьей. Билеты на OrganicNation.ru Все сюжеты Бьюти Тайм в любой момент можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211 50 30. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин